Большая Балашиха Лайф. Новости. Как отметил Владимир Шапкин, правительством Московской области совместно с Министерством обороны создана рабочая группа, которая непосредственно занимается решением каждого конкретного вопроса. Проводятся консультации, совещания для того, чтобы процесс передачи шел быстрее и самые главные были результаты. На заседании обсудили состояние объектов – жилых и нежилых зданий, дорог, земельных участков, расположенных в бывших военных городках, микрорайонах Заря и Северной, а также в микрорайоне авиаторов и Гагарина. Заместитель министра имущественных отношений Московской области Александр Шишкин рассказал о текущей работе, которая ведется в этом направлении, в частности, в микрорайоне Гагарина. Три жилых дома должны быть переданы здания, комбинаты бытового обслуживания, мастерская теплохозяйства и котельная. Значит, нами совместно с администрацией в адресу Минобороны были направлены соответствующая информация в части жилых помещений. Это так называемые выпуски из единого государства, это право на недвижимое имущество. Потому что Министерство обороны при принятии решения по передаче жилья не может передавать служебное и приватизированное. Поэтому, для того, чтобы им помочь и оперативно принять решение, какие квартиры попадают под возможную передачу, а какие они исключают, мы с ними договорились, что мы своими силами совместно с администрацией подготовим соответствующие выпуски и направим. Мы их направили. Проект приказа Министерства обороны подготовлен и находится на согласовании как раз в Западном военном округе и в Департаменте жилищного обеспечения. Ожидается, что в 20-х числах августа будет подписан приказ и о передаче в муниципальную собственность микрорайона «Северный». Как отметил первый заместитель главы администрации Дмитрий Козырев, администрацию города разработаны и утверждены дорожные карты по восстановлению инфраструктуры военных городков. По всем этим военным городкам у нас вся информация есть, работа идет. Плюс к этому, могу сказать, мы работаем очень активно с Министерством жилищно-коммунального хозяйства, отработаем дорожные карты. Общественно все это донесли, всем показали. Поэтому вчера у нас очень мало было вопросов и позаре, и по Северному, потому что это в стадии решения. Причем с Министерством жилищно-коммунального хозяйства сегодня с Ромушиным разговариваем, дополнительно выделяем деньги на портелок Северный. Проблема только в одном – как можно быстрее бы получить, потому что за этим следует аукциона, подготовка конкурса, документация аукциона и все остальное. То есть тем более деньги, не переходящие в этом году, то есть нам максимально нужно использовать, подготовить в зиму. Поэтому вся эта работа идет. Что касается поселка Заря, мы туда уже вошли в полном объеме, честно говоря, с дорожными работами. Гудаха нам дополнительно выделяет деньги, мы в этом году еще проводим один отцом. То есть со своей стороны мы работу проводим активно. Напомним, Министерство обороны Российской Федерации передало на баланс в Подмосковье 187 военных городков. Из них 22 в собственность региона и 165 в муниципальную собственность. Вера Безгина, Александр Спицын, Большая Балашиха Life. Большая Балашиха Life. Новости.